В Кирове начало 12-го и это программа Дневной Разворот. Добрый день, вас приветствуют ведущие Николай Голиков и Владимир Сметанин. Хорошего дня вам желаем, как обычно, начинаем с анонса второго часа. Будет у нас тема конкретного повода для разговора, по которой, в общем-то, и не нужно, потому что, ну, наверное, большинство из нас все-таки так или иначе связаны с банками, берут кредиты, получают зарплату через банковскую карточку и так далее и тому подобное. Да, и рассчитывают с этими картами, собственно говоря. Да, к тому же близится Всемирный день качества, World Quality Day. Он, по-моему, завтра, да? Завтра будет, да, 9-го ноября. И вот так или иначе, очень такая активная, очень жизненная такая сфера нашего взаимоотношения с банками и много вопросов тут возникает. И вы получите возможность получить ответы от специалиста. К нам придет заместитель управляющего Кировского отделением, Кировским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Белокрылова, 211-101. Наш телефон будет работать, вы сможете задать ей любые интересующие вас вопросы, касающиеся банковской сферы. Кроме того, у нас, да, не забывайте, на сайте есть опрос, как раз с этим связанный, то есть работая банка клиентом, который является. Не важно, там это Сбербанк или какой-то еще банк. И пять вариантов ответа вы можете поставить. Доволен, недоволен, не совсем доволен или не имею дела с банками, что тоже, в принципе, вероятно. В общем, такая значимая тема ожидается во втором часе. Я думаю, что не менее значимая и не менее интересная беседа у нас пойдет и в первом часе. И тоже связанная с деньгами. Тоже связанная с деньгами. Очень рады приветствовать в нашей студии человека, который редко к нам заглядывает. Раз в год примерно я тут посмотрел. Вот бывает здесь, хотелось бы почаще, потому что очень интересно общаться с ним. Это Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели, ведущие. Юрий Николаевич, ну понятно, что сейчас горячая пора, я думаю, и у наших депутатов, я думаю, и у контрольно-счетной палаты тоже, да, потому что идет как раз работа над бюджетом на следующий год. Поэтому, я думаю, для вас не удивит, если мы начнем разговор именно с бюджетной части. Да, тему бюджета мы уже неоднократно поднимали тут в последнее время в нашей студии. На разных уровнях. То есть, да, были и депутаты, была и министр наш финансов, так сказать, областной, и все. Но вот взгляд контрольно-счетной палаты в этом плане нам очень интересен. Основные моменты мы уже знаем, что бюджет у нас профицитный планируется. Ну как бы оценить с точки зрения вот такого вот, с точки зрения вот как бы контролирующего такого органа? Вы знаете, в первом чтении бюджет принят. То есть, утверждены основные его параметры, и я их назову. 47 миллиардов это доходная часть, 46 миллиардов с небольшим это расходная часть, профицит 780 миллионов. Профицит, вы знаете, весь пойдет на погашение, так сказать, государственного долга. В связи с реструктуризацией 5% мы должны каждый год будем в Минфин направлять на реструктуризацию бюджетных кредитов. Но, кстати, соглашение-то еще не подписано, ведь, с федеральным центром. Это пока еще говорим об этом как неосвершившимся еще параметры. Ну, вы знаете, соглашение не подписано, но основные параметры, которые будут присутствовать в этом соглашении, Суланов, министр финансов Российской Федерации, на последней правительственной комиссии озвучил. Основные ключевые позиции будут связаны с тем, чтобы соблюдать определенный уровень государственного долга, снижая его поэтапно, чтобы не превышать дефицит бюджета, чтобы в составе государственного долга менее 50% присутствовали банковские, коммерческие кредиты. То есть снижать долю коммерческих кредитов тоже надо будет, да? Да, конечно. Постепенно рассчитывая с ними. И не брать новых, там еще есть условия, насколько мы помним. Если брать, то по той ставке ключевой плюс 1%, то есть вот ключевая ставка 8, условно говоря, 25, значит 9,25 это вот тот разумный процент, по которому Минфин будет, собственно говоря, ну там одобрять... Такого рода заимствования, да? Такие заимствования. Ну я продолжу по бюджету. Бюджет сбалансирован. Это надо четко понимать. Другого бюджета в сегодняшних условиях, когда мы вынуждены двигаться по пути сокращения государственного долга и параллельно выполнять все взятые социальные обязательства, у нас быть просто, на наш взгляд, не может. Бюджет достаточно амбициозный, потому что мы закладываем рост собственных доходов на следующий год в объеме, так сказать, рост на 4,6%. То есть выше уровня инфляции. Это выше уровня инфляции, которая планируется примерно 4,2-4,4%. Зачем это делаем? Делаем для того, чтобы попасть в 12-летнюю программу реструктуризации. Ведь Минфин ставит условия, вот если субъекты будут каждый год увеличивать собственную доходную базу выше уровня инфляции, тогда у них будет шанс через 7 лет продолжить реструктуризацию еще на 5 лет. Нам это очень нужно, чтобы снизить нагрузку на областной бюджет. Вот так и тянет спросить, за счет чего мы собираемся. Но это не Кирилл Николаевич. Нет, но я думаю, что тоже, да, как бы ресурс на этой части тоже интересует контрольнующую половину. Чтобы не просто и так пообещать, что мы там поднимем на 4% и там и 0,6%. Это ведь откуда-то должно взяться. Вы знаете, да, мы тоже, конечно, здесь определенные сомнения у нас есть, потому что если анализировать прогнозы текущего года, то у нас рост собственных доходов по оценкам составит к уровню 2016 года лишь 101%. А уровень инфляции, как известно, конечно, а уровень инфляции, как известно, 4%. Это первое. И второй момент. И при том, что в этом году очень активно работали именно по наполнению бюджета. Ведь очень активно работала и налоговая инспекция, и вообще все, что только можно было. Да, да, да. И второй момент. Все планируемые доходы, они обусловлены на следующий год большей частью изменениями, которые внесены в налоговое и бюджетное законодательство, а также ростом минимального размера оплаты труда. И у нас, конечно, это вызывает некие сомнения. Ну, на самом деле, ведь как бы рост минимальный, он же приведет... Но он и минимальный будет, рост, в общем-то, небольшой. Да, он будет небольшой. Во-вторых, понятно, что и так уже очень многие организации уходят, условно говоря, как сейчас говорят, в легальный серый сектор. И тут как бы ни произошло того, что еще часть организации, так сказать, чтобы не платить этот минимум, идут все серые схемы. Вы понимаете, это прежде всего распространяется на бюджетников, у которых заработная плата, в расчет зарплаты берется минимальная зарплата труда. Но это и возврат в бюджет части средств, примерно 30%, говорит Минфин России, в виде налога на доходы физических лиц. Пройдемся дальше. Ну, то есть, как бы можно сказать, что вот эти плюс 4,6% это все-таки достижимая цифра? Я думаю, да. Я думаю, это достижимая цифра, но определенные сомнения, собственно, остаются. Второй момент, на который мы обращаем внимание, то, что у нас сокращаются неналоговые источники доходов. У нас примерно уменьшается неналоговое поступление на 260 миллионов. При этом я скажу, что... Давайте поясним, что такое неналоговые поступления. Неналоговые доходы, это все, что связано с, предположим... С государственным имуществом. С государственным имуществом, арендой, получением средств от приватизации, арендом лесов, земли, ну и так далее. То, что не облагается, да? Ну, то, что не является налогом, собственно говоря, да, но все равно собственность, ведь она же приносит доход. Объем неналогового дохода, он ничтожный в составе бюджета, миллиард 200, при этом мы еще сокращаем. Вот основное сокращение происходит в связи с тем, что у нас уменьшается доля отчисления от прибыли унитарных предприятий. Это естественный процесс или мы целенаправленно... Вы знаете, это естественный процесс, скорее всего, потому что действительно унитарные предприятия, ну, собственно, показывают невысокие результаты своей работы. И здесь есть над чем задуматься. По мнению счетной палаты, имеются определенные риски невыполнения плана приватизации, потому что деньги на те мероприятия, которые связаны с приватизацией, они в бюджете не заложены. Кроме того, отсутствует ассигнование на проведение оценки по стоимости арендной платы, что также может негативно... Сказаться на доходы от аренды имущества. Юрий Николаевич, вот здесь я уже точно не понял. Значит, приватизацию мы проводить собираемся, но деньги на... Программа есть, но деньги на доведение имущества до, так сказать, кондиции... Ну, предпродажная подготовка, как говорят в бизнесах, да? Конечно, они в бюджет не заложен. Вот это интересная штука. Ну, вы знаете... То есть продать-то вроде хочется, а потратиться нет, нечем, да? Практика бюджетирования, она говорит о том, что в ходе исполнения бюджета, собственно, появляются дополнительные доходы, появляется определенная экономия, значит... Идет перераспределение. Идет перераспределение. Поэтому, значит, мы обращаем на это внимание, чтобы в ходе бюджетного процесса вот это было предусмотрено. То есть вполне реальный вариант, что где-то там месяц через два, через три, когда будет ОЗС пересматривать какие-то параметры бюджета, то эти деньги появятся. Абсолютно реальный вариант. Поправки же принимали, собственно. Просто мы еще не знаем о том, насколько серьезные поправки. Как сейчас показывает практика, в течение года бюджет пересматривается по несколько раз, да? И городской, и областной. Так что вполне нормально, да. Кроме того, мы, значит, в своем заключении отмечаем, что в законопроекте не предусматривается введение моратория на установление в 2018 году, как это было в текущем году, на налоговые льготы по региональным налогам, по платежам. Вообще тема налогов тема весьма интересная, потому что выпадающие доходы бюджета от применения налоговых льгот у нас в общем объеме составляют примерно полтора миллиарда рублей. Физические лица, подавляющее большинство составляют льготы физическим лицам. Это, как правило, налоги на имущество, землю там и так далее. А юридические лица, это инвестиционные льготы, налог на прибыль, примерно 42 миллиона выпадающие доходы на налог на имущество, 256 миллиона выпадающие доходы, и транспорт, это примерно 40 миллионов выпадающие доходы, в общей сложности где-то получается порядка 350 миллионов. Но это бы еще полбеды. Дело в том, что в соответствии с методикой, которая применяется Министерством финансов России, при расчете дотации, объема дотации субъекту, вот эти налоговые льготы, они как бы из расчета не убираются, они там присутствуют. Поэтому область и в дотациях не получает определенную сумму средств. То есть, как бы по мнению Минфина, эти деньги область все-таки получает, как будто бы, раз она их льготирует, да? И поэтому, соответственно, когда они рассчитывают дотацию, то вот на эту сумму получается меньше, да? Получаются двойные потери. Двойная потеря. Не на эту сумму, а... То есть мы и здесь не получаем, и федерация нам не дает. И федерация нам не дает потом. Она не учитывает... То есть эти полтора миллиарда практически превращаются в три. Она учитывает в доходах вот эту сумму средств, понимаете? А коль доходная база достаточная, уровень дотации, естественно, это скорее уменьшается. Так, нам нужно сделать небольшую паузу. 40 секунд буквально. Да, я напомню, что мы беседуем с Юрием Лаптевым, председателем контрольно-счетной палаты Кировской области. Мы вернемся очень быстро. Итак, продолжаем выслушивать позицию контрольно-счетной палаты Кировской области по поводу бюджета областного на следующий год и плановый период 19-го и 20-го, да, годов мы об этом говорим? Да, да, да. Вот говоря о налоговых льготах и преференциях, я хочу сказать, что Министерством финансов России на следующий бюджетный период вообще заявлено очень много новаций в части налогов. Ну, например, инвестиционная льгота, ее внедрение, введение, которое, так сказать, передается субъекту, но мы это уже делаем. То есть, если вкладываешь деньги, получаешь какой-то, ну... Нет, вот то, что мы делаем сегодня, льгота по налогу на имущество, льгота по налогу на прибыль для инвесторов, которые вкладывают свои деньги в развитие каких-то проектов и предприятий. Но при этом не просто вкладывают, еще соблюдают определенные условия инвестиционного договора. То есть, связанные и с устройством людей, и с заработной платой, и с прочими вещами. А там есть какой-то порог вложенных денег. Социальные показатели. Да, социальные показатели. Есть еще понятие бюджетная эффективность. То есть, получая льготу, он должен сработать так, чтобы не уменьшить, значит, перечисление бюджета. То есть, там есть вот эти, вот когда заключается инвестиционное соглашение, предусматривающие льготы, есть много вот таких обременений, которые он должен выполнять. Конечно. К сожалению, они же не всегда их выполняют. Да. Есть такое понятие, будет введено такое понятие, как специальный инвестконтракт, когда государство будет гарантировать не уменьшение, не изменение налоговых условий, и в том числе тарифов естественных монополий. Был озвучен такой проект, как фабрика проектного финансирования, когда государство будет гарантировать, выступать гаранта по кредитам. Инфраструктурная ипотека, когда предприниматель будет стимулировать, его будут стимулировать, вкладывать свои деньги в развитие инфраструктуры, а потом государство с какими-то процентами будет это выкупать. Вы понимаете? Это пока еще только федеральные предложения, которые будут реализовываться в ходе исполнения бюджета в 18-м и плановом периоде. Поэтому говорить о льготах надо очень аккуратно. И наша позиция заключается в том, чтобы идти по пути повышения эффективности применения льготирования. Ну, например, так сказать, ограничить получение льготы сроком окупаемости проекта. Значит, да, ужесточить условия, так сказать, выполнения инвестиционных соглашений. На первое место мы как орган контролирующий деньги считаем, необходимо поставить бюджетный эффект. Ну и так далее. То есть есть над чем работать. Мне понравилось слово сочетание «орган контролирующий деньги». Если говорить о расходах бюджета, конечно, все расходы сосредоточены в программах. Их 24. Анализ паспортов программ говорит о том, что 23 программы потребуют после принятия бюджета в окончательном виде корректировки. Как правило, в сторону уменьшения финансирования и корректировки по мероприятиям этих государственных программ. Это такая традиционная процедура? Вы знаете, это традиционная процедура. Она заложена в регламенты наши, в закон о бюджетном процессе. Поэтому здесь... Ну это понятно, что она законная. Вопрос такой. Каждый ли год нам приходится вырезать вот это финансирование по программам? Вы знаете, по-разному. Какие-то программы, так сказать, на какие-то программы мы увеличиваем затраты, на какие-то уменьшаем. То есть, ну вы понимаете, такой непрерывный процесс, связанный с приоритизацией расходов. Если говорить в целом, то, конечно, бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. У нас очень большая социальная нагрузка. 65% расходов бюджета идет как раз на выполнение социальных обязательств. У нас достаточно большая бюджетная сфера, которая тоже ведь связана с оказанием социальных услуг. На ее содержание мы тоже тратим огромные ресурсы. И, наконец, у нас достаточно приличные социальные льготы. Вот общий объем в бюджете социальных льгот, которые получают физические лица, он составляет примерно 7,2 миллиарда рублей. 32 вида социальных льгот предусмотрены в области. Ну, сотни тысяч у нас получателей. Да, мы сотни и сотни тысяч. Да, да, да. То есть, очень много получателей. Ну, вот, например, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной булаты и виран труда жертвам политических репрессий. Вы знаете, 91 тысяча получает эту льготу, а затраты 727 миллионов рублей. Но эти обязательства, которые мы взяли на себя, их надо выполнять. Поэтому у нас другого просто бюджета быть не может. И в связи с этим, с тем, что у нас большая нагрузка социальной сферы, в связи с тем, что нам надо постепенно рассчитываться с государственным долгом, конечно, у нас многие хотелки, собственно, остаются за пределами, так сказать, бюджета. Ну, слово «хотелки» — оно такое не самое хорошее, потому что «хотелки» — это не «хотелки» — это тоже необходимые расходы-то, понимаете, Иль Николаевич, да ведь? Ну, да. Не роскошь такая уже. Это такая не просто там «вот давайте-ка что-нибудь такое придумаем». А если говорить правильно, то надо сказать, что вот эта нагрузка, она отражается на экономическом и инфраструктурном развитии региона. Ну, например, мы не в полном объеме профинансировали мероприятия по газификации. Это... Ну, наша область традиционно, она как-то вот несколько лет уже подряд отстает. Ну, она как-то сейчас еще быстрее, по-моему, стала немножко отставать, да. Вы знаете, здесь проблема в том, что нам не удастся 50 миллионов заложено, надо 800, чтобы, значит, вот обеспечить выполнение. Идти теми темпами. Да, плана графика синхронизации. Там же федеральные деньги присутствуют, присутствуют деньги муниципалитетов, жителей. Надо все синхронизировать. Значит, ну и, соответственно, чтобы обеспечить достижение такого показателя госпрограммы, как 42% газификации. Пока мы этот показатель не можем обеспечить. Это какому времени 42%? Это показатель на следующий, 18-й год. Ого! Да. Времени-то мало остается, да? Сегодня газификация... Так и денег-то нет, понимаешь? Сегодня уровень газификации, ну, где-то, так сказать, порядка 40%. Это вполне реально. Юрий Николаевич, наша беседа заинтересовала нашего слушателя. Давайте примем звонок. Алло, вы в эфире, добрый день. Добрый день. Добрый, здравствуйте. Вас Надежда зовут, мы знаем, да? Да, Надежда. Задавайте вопрос. А вот я хотела бы задать вопрос. Будет ли счетная палата проверять правильность расходования средств, потраченных на дороге, вот этот миллиард? Ясно, спасибо большое. Я, честно признаться, этот вопрос Юрию Николаевичу до начала нашей беседы задавал, да, контролирует ли наша счетная палата дорожные расходы, федеральная программа. Сегодня проверка идет. То есть контрольная счетная палата имеет отношение к этим деньгам проверять? Да, да, да. Мы проверяем. Мы проверяем дорожный фонд области, участвуют в проверке все муниципальные образования, то есть будут проверены все дорожные фонды муниципальных образований. Значит, период проверки 16-й и 17-й год. Объем средств только по этому году более 5 миллиардов рублей. В целом по области, да? Да, в целом по области в прошлом году, ну, так сказать, чуть больше 4 миллиардов. Поэтому, так сказать, вот этот миллиард, который был выдален кировской агломерации на, так сказать, ремонт на безопасные и качественные дороги. Да, да, да. Миллиард 90. Он находится в составе вот этих 5 миллиардов. И, конечно, их использование нами будет, безусловно, оценено. Результаты проверки будут доведены до наших граждан ну, в декабре месяце. Поясните, Юрий Николаевич, там, ну, какие параметры это будут вот этой проверки? Что конкретно проверяется? Мы проверяем, во-первых, так сказать, наполняемость фонда, все ли средства, так сказать, направляется в фонд. Во-вторых, мы проверяем целевой характер использования этих денег. И, в-третьих, мы проверяем эффективность использования денег, которая, кстати, включает в себя и качество проведения дорожных работ. Ясно? Так что, такая всесторонняя довольно-таки проверка. Такая полноценная картинка получается, да. Полноценная картинка получается, да. Хорошо, спасибо, ответили на вопрос. Что, я предлагаю до рекламы-то все-таки закончить уже про бюджет. Давайте, у нас вот как раз, да, вот насчет того, что мы сокращаем темпы нашего инфраструктурного развития, вот на это мы немножко так это притормозились. Ну, например, я еще хочу вот привести буквально... Ну, про галлификацию вы сказали, да. Да, по последней проверке, по, так сказать, модернизации сельского хозяйства. Да, сельского хозяйства. Ну, например, в следующем году 238 миллионов рублей выделяется на эти цели. Вот этих денег нам не хватит для того, чтобы закрыть заявки, которые, значит, поступили в область от сельхозтовара производили в конце 15-го и в течение всего 16-го года. То есть движение-то вперед не получается. Запаздываем. То есть запаздываем серьезно. Потому что в 17-м году на эти цели в бюджете вообще не было запланировано средств. Конечно, село надо поддерживать. Сегодня в обществе идет серьезная дискуссия, какие направления сельскохозяйственного производства поддерживать. Но возможности бюджета ограничены. И, слава богу, как говорится, что мы не уменьшили объем поддержки на 18-й год по уровню 17-го года. Но это вопрос уже компетенции депутатов. Ну, так господа, властные представители традиционно заявляют, что у нас мясное, молочное, животноводство. Чего уж изобретать. Мы недавно тут говорили в студии с фермерами, так сказать. Там тоже есть очень и очень много вопросов. Я думаю, мы сделаем маленькую рекламную паузу и потом продолжим. Время так быстро очень летит. Вопросов интересных еще достаточно много. И вопросы есть у наших слушателей к Юрию Лаптеву, председателю контрольно-счетной палаты Кировской области. Давайте примем еще один звонок. Алло, добрый день. Добрый день, Татьяна Киров. У меня вопрос к господину Лаптеву. Может быть, он может прояснить эту ситуацию. Может быть, он в курсе дела. В 2015 году госпожа Ковалева первое, что сделала по секвестированию бюджета, залезла в карман пенсионерам и отобрала у нас льготу на транспорт. Не знает ли он, будет ли нам возвращена эта хотелка, которую я, например, заработала 45-летним безупречной работой. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Да, мы помним эту историю. Да, очень непростая для многих и многих жителей нашего региона, когда за полную стоимость проезда пришлось оплачивать. Юрий Николаевич, вы можете пояснить, попадало ли это в поле зрения контрольно-счетной палаты? Ну, к сожалению, не попадало. Не попадало. Но вот мы же анализируем вот эти социальные льготы. И я о них уже сказал, что их 32, так сказать, вида. И они достаточно обременительны для бюджета. Ну, давайте так, чтобы не фантазировать и быть совершенно точным, я этот вопрос возьму на изучение и дам вам соответствующий ответ, если вы там, ну, дадите мне свои координаты. Да вы можете просто, не знаю, опубликовать на сайте контрольно-счетной палаты там какую-то, не знаю, заметку, и мы обязательно расскажем в новостях. То есть вы ответ на ваш вопрос получите просто чуть-чуть попозже, потому что так вот мы остановились. А, да, мы как раз стали говорить про село, наше самое любимое добавление село. Давайте не будем уходить от тема сельского хозяйства и спросим Юрия Николаевича, насколько эффективно проверка прошла эффективности, да. Насколько эффективно расходуется поддержка. Вот как раз, насколько я понял, речь была именно о модернизации, как бы, да, вот. Да. Модернизация, это что, приобретение новой техники. Новой техники в основном, да. Да, да, да. Комбайны, сельхозмашины и так далее. Вы знаете, да, такая проверка нами была завершена буквально недавно. Она традиционная, эта проверка. Да, да. Вы знаете, для того, чтобы поддерживать техническое оснащение сельского хозяйства на определенном уровне, а это напрямую влияет, так сказать, на производительность труда, областной бюджет субсидирует часть процентных расходов, которые несут сельхозтоваропроизводители, приобретая, вот, значит, технику. Различную технику, да. Да, различную технику. Это износно, сколько я помню, у нас, я могу, конечно, средства производства. Да, по тракторам там чуть не 8% вообще у нас, да? Нет, у нас, я уточню, по тракторам 80%, комбайны 40%. И мы по этим показателям технического обеспечения, да, мы не очень хорошо там последние строчки занимаем в Приворском федеральном округе. Так вот, в проверке были 14-й, 15-й, 16-й год. За эти три года селяне получили субсидии из областного бюджета на сумму 751 миллион рублей. И 200 сельхозтоваропроизводителей возместили часть затрат, которые они понесли. Было приобретено 4,5 тысячи единиц техники и оборудования. Все это положительные моменты. Но при этом, значит, мы в полном объеме не смогли удовлетворить все заявки. Я уже называл сумму. На 338 миллионов рублей заявок еще осталось 16-го. Да, и 17-го года. 338 миллионов рублей. А, 338 миллионов рублей. Значит, к сожалению, проверка показала, что выделенные средства не всегда расходуются эффективно. И большая беда в том, что сельхозтоваропроизводители часто нарушают условия получения субсидий. А Министерство сельского хозяйства, которое, собственно говоря, и разработало эти условия, не контролирует досконально их, значит, выполнение. А поясните, пожалуйста, простым языком, что значит неэффективно? Что-то купили не то, не знаю. Ну, например, 66 миллионов субсидий было выделено на приобретение зерносушильных комплексов по ставке 50%. Хотя это условие предусмотрено для приобретения сушилок для трав. Ага. Вы понимаете? А для этих комплексов какой процент должен быть? 15. А. Ну, конечно, да. Вот о чем идет, собственно, речь и какие претензии. Кто не доглядел-то здесь, по вашей оценке, кто? Я считаю, что министерство, которое должно было контролировать... Министерство сельского хозяйства и продовольствия Да-да, не только по бумагам, но и выезжать в Министерство. Смотреть, что именно купили. Что, как. И там ведь есть определенные условия. Нужно заниматься производством семян трав. И это сделано для того, чтобы стимулировать, так сказать, производство трав. Ну, были на 4 миллиона примерно 4,3,900 были выявлены нецелевые расходы, когда в объем субсидирования включались, ну, допустим, резиновые изделия, резиновые коврии, которые не подлежат субсидированию. Ну, понятно, да. Это не совсем комбайны. Да, это не совсем комбайны. Поэтому самое важное, вот в ходе коллегии мы как раз обратили внимание правительства на необходимость доработки нормативной базы, чтобы она была понятная, чтобы она была, так сказать, контролируемая, чтобы показатели были совершенно реальны. Это одно. И второе. Конечно, надо понимать, что сегодня у нас бюджет, вот бюджет, бюджет, конечно, слабый. И поддерживать село надо в гораздо больших объемах. И, к сожалению, у нас из механизмов поддержки выпадает значительная часть мелких, средних товаропроизводителей. Ведь на долю их приходится всего полтора процента тех средств, которые бюджет выделял на его цели поддержки модернизации сельского хозяйства. То есть в реальности это небольшие фермерские хозяйства, те же самые? Или по фермерам это отдельная программа? Нет, по фермерам. И фермеры тоже, да? Личное пособное хозяйство. Вот. И там же, ну, помнишь, фермеры приходили, когда нам сюда, да, они же говорят, интересная история. То есть фермеры каждый год повышают там свои объемы там на сотни процентов. То есть они способны очень резко увеличивать свои объемы, да? Большие сходы сворачивают немножко деятельность. В итоге, когда приходит в район дотация, то большую часть получают именно те, кто снижает, а фермеры остаются практически ни с чем. Ну, видите, здесь прямая поддержка, которая шла из министерства. Вот если говорить, в части вот этих денег. Ну, понятно все это. Все равно остаются за кадром мелкие товаропроизводители, а в принципе селоты, это все-таки такая вещь, где очень важно вот именно развивать. У нас остается пять минут. У нас еще, собственно, две темы, да? Мы чего сейчас коснемся? Проверок муниципальных образований? Или по знаменитому Куменскому водоводу. Или по Куменскому водоводу. А это, как вы посчитаете, необходимым. Ну, давайте вкратце, может быть, уложимся. Ну, вот смотрите, то, что касается водовода. Проверка проводилась. Сколько мы уже тянем его? С 2002 года начали, да? Вот в 2002 году мы начали первую очередь. Первую очередь касалось проведения работ по очистке воды на станции водозабора Корченкина. И первый этап мы выполнили, он закончился в 2012 году. С 2012 года мы начинаем реализовать второй этап. Он связан с тем, чтобы протянуть резервную ветку водовода из Куменского водохранилища в город Киров. Из Куменского подземного водохранилища? Да, да, да. Как такового ты его там не видишь, не увидишь. Так вот, мы проверяли как раз в вторую очередь. Затраты здесь составили 3 миллиарда 600. Проверка проводилась, я еще раз говорю, совместно со счетной палатой России. Значит, затраты федерального бюджета фактически составили 1 миллиард 800, хотя федеральный бюджет брал на себя обязательство направить 2 миллиарда 900. Отсутствие федерального финансирования явилось главной причиной затяжки. Затяжки в строительстве. То есть, скажем так, недофинансирование получилось. Конечно. И сегодня у нас срок вообще отодвинут на неопределенное время. Мы должны были закончить в 2016 году в соответствии с соглашением. В 2016 году не удалось. Сегодня, так сказать, пока вообще ясности никакой нет. Степень готовности объекта очень высокая, примерно 60%. Затраты, которые нужно понести, миллиард где-то 300. Подрядчик определен, это КЧУС. Действует контракт. Денег, которые сегодня федерация нам в этом году дала, всего 320 миллионов. Они, по-моему, до сих пор не пришли в областной бюджет. На следующий год запланировано где-то 200, так сказать, 280 миллионов рублей. Если мы пойдем по пути консервации этого объекта, то потери на консервации только составят 50 миллионов рублей. То есть, сегодня надо, конечно, много сделать для того, чтобы эту стройку не остановить. Еще раз повторите, сколько нужно еще? Миллиард 300 еще нужно? Миллиард 300, чтобы завершить. Если его законсервировать, он уже просто устареет. Его же надо придется реконструировать. Не знаю. Да просто растащат. Не знаете, как это бывает. Кстати, по итогам проверки, Министерство строительства России и, собственно, счетная палата поддержали предложение о том, чтобы проект морально устарел с 2002 года. И что, конечно, нужно будет вносить необходимые конструктивные изменения. А это, опять же, деньги. А это, опять же, деньги. В общем, долгострой. 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 Этого не хотелось бы, допустим. В том-то и дело. Здесь, наоборот, все надеялись, что так, вроде бы, федеральные деньги, обычно федеральные проекты хорошо реализуются. И здесь вот течет. Ну, а то, что касается нарушений, все наши претензии предъявлены всем, кому, так сказать, положено. Материалы сегодня находятся на оценке исследований правоохранительных органов. О, правоохранители занялись. Ну, вы знаете, так сказать, мы не можем с точностью говорить, так сказать, и давать оценку тем или иным нарушениям. Поэтому это естественная процедура, которая, собственно говоря, предусмотрена нашими регламентами. Вы изучили, вы проанализировали. Положили на стол соответствующим. А уже статью ищут в прокуратуре подходящую. Если очень быстро по районам. Каждый год мы берем в проверку по три муниципальных образования. Почему? Потому что в бюджетах муниципальных образований значительную часть составляют средства областного бюджета. Вот последние три района. Яранск. В составе бюджета 60% деньги области. Оричи. В составе бюджета 68, почти 69% деньги области. А если взять Афанасьевский район, то 83,5%. И мы в ходе этих проверок смотрим, как деньги областного бюджета там используются. Ну, нарушений, я скажу вам, достаточно много. Давайте какие-то особо грубые какие-то. Я бы, честно говоря, выделил проблему приобретения и использования средств, которые выделяет область на приобретение жилья для детей-сирот. Вы знаете, дело в том, что последние поправки мы вынуждены были скорректировать и забрать с района вот 66 миллионов, а это примерно 100 квартир, которые можно было бы построить и, так сказать, передать детям, которые находятся в очереди. Это депутаты ОЗС решили на пленарном заседании в конце октября. Это внесло предложение правительства, но выхода другого нет, потому что иначе деньги пропадут. Они не освоены. А сейчас о каком освоении можно идти речь? Значит, проблема носит системный характер. И мы это еще раз увидели в этих районах. Квартиры покупаются на втором месте некачественно. Квартиры покупаются с завышением цены. На мой взгляд, эту проблему, систему, надо решать другим способом. Во-первых, нам кажется, что надо сделать более демократичным закон. То есть разрешить детям приобретать, для детей приобретать жилье независимо от места их прописки и жительства. Это первое. Второе. Убрать норму из федерального законодательства о том, чтобы ограничить приватизацию сроком 5 лет. То есть 5 лет ребенок арендует жилье, он не может его приватизировать. И только через 5 лет он его применяет. В это время он, как правило, там не живет. Где-то живет в другом месте, где есть работа. Квартира ветшает. За коммунальные платы он не вносит. Это все перекладывается на районный бюджет. Это двойные потери. Ну и, наконец, посмотреть норму. Вот за 24 тысячи квадратный метр можно приобрести жилье. Вы знаете, очень сложно. Остается только вторичный рынок. Только вторичный рынок. А качество там жилья, особенно в районах области, оно известно. Качество, то есть, оставляет желать лучшего. Поэтому, конечно, это серьезный повод для дальнейшей нашей работы. И, я думаю, на следующий год мы все-таки этот вопрос поставим в комплексную проверку. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Так, вы знаете, умеете вы мозги на место ставить, я бы сказал, за этими исследованиями и цифрами. Спасибо большое. Мы вас обязательно приглашаем в ближайшее время не раз в год. Вот давайте, если не в декабре, то сразу после Нового года, наверное, вам можно будет итоги подводить. Спасибо. Юрий Лаптев, председатель контрольной счетной палаты Кировской области. Первая половина дневного разворота завершается. На этом мы прощаемся ненадолго. Скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова